МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Если вам необходимо приобрести новую иномарку ценой до полумиллиона рублей, то выбор не так уж и велик. Я бы не стал на вашем месте рассматривать китайцев. И не стал бы обделять себя какими-то приятными опциями в автомобиле. Ведь, к примеру, если вы приобретаете иномарку, вам наверняка захочется получить кондиционер, парктроник, сенсорный экран или навигацию. Или те же самые литые диски. Что ж, в таком случае японские инженеры готовы предложить вам вариант. Datsun Mido. Новый хэтчбэк. Созданный специально для городского жителя. Ценой всего вот этот автомобиль. 499 тысяч рублей. Причем, я вам могу сказать по секрету, в нем есть все. Поехали. Позвольте мне сначала извиниться за солнцезащитные очки. Дело в том, что сегодня у нас яркое солнце, а у меня, я скажу честно, глаза очень плохо реагируют на него. Поэтому прошу вас великодушно за это извинить. Я не стал заострять ваше внимание на экстерьере автомобиля. Даже по нескольким причинам. Во-первых, тут не избежать истории про чудесные превращения одного автомобиля в другом. В современном мире, в глобальном мире, у нас, похоже, сами автопроизводители заставляют немножко забыть о том, что такое идентичность. Ведь машины строятся на глобальных платформах. И это относится не только к Datsun, Lagi, Nissan, но и к любому другому бренду. Ну и кроме того, мне представляется, что при выборе нового автомобиля ценой до 500 тысяч рублей, внешность явно не является главным параметром, который оказывает влияние на ваш, дорогие друзья, выбор, на принятие вами решения о покупке того или иного автомобиля. Гораздо важнее, как этот автомобиль ездит и что он из себя представляет внутри. Под капотом Datsun Midor расположен, в общем, хорошо знакомый бензиновый силовой агрегат объемом 1,6 литра, который конструктивно происходит от мотора ладовской, автовазовской, если хотите, конструкции, от полуторалитрового силового агрегата, который ставился, к примеру, на той же самой восьмерке. Да, его объем 1,6 литра, но Datsun с инженером провели определенные модернизации этого силового агрегата. Прежде всего, облегчена шатунно-поршневая группа, как, в общем-то, и у Калины, и установлен абсолютно другой впускной коллектор. За счет этого мотор стал тише работать на холостых оборотах, лучше приемистость на низких оборотах, и вообще двигатель достаточно эластичный. В паре с этим мотором в нашем случае работает пятиступенчатая механическая коробка передач, однако я сразу вам должен сказать, что автомат – это небольшая проблема. Автомат доступен для любой комплектации этого автомобиля, мотор, естественно, один, и доплата за автоматическую коробку передач составит 40 тысяч рублей. Давайте теперь перейдем к динамике автомобиля. Как вы видите, мы сейчас едем в городе, и, в общем-то, как я уже сказал, двигатель достаточно эластичен. В городе вы не будете отставать от основного транспортного потока. Если обратиться к чистым цифрам, то разгон до 100 км в час у этой модели занимает 12 секунд. В случае, если вы выберете автоматическую коробку передач, то тот же самый спринт вы проделаете за 14,3 секунды. Цифра, может быть, и не впечатляет, но по ощущениям до 60-80 км в час, благодаря, главным образом, грамотно подобранным числам передач, механической коробке передач, вы разгонитесь достаточно быстро, без особых затруднений. По подвескам я должен сказать, что первое, что приятно, это очень высокий клейниц этого автомобиля. Он составляет 174 мм. Я вам скажу, не каждый современный кроссовер может похвастаться таким дорожным просветом. Главное, не переживать о таких моментах, как проезд выступающих на наших дорогах люках, что, к сожалению, встречается часто. Может быть, где-то заезд на какой-то бордюр. Скорее всего, по крайней мере, днища автомобиля, или бампера, или пороги, это не повредит. Должен сказать, что вместо масляных амортизаторов, которые используются на колене, здесь в Датсон Медо установлены уже газонаполненные амортизаторы. Машина стала за счет этого чуть жестче. Мелкие неровности больше приходят в салон. Но обратная сторона медали подросла в управляемость. На мой взгляд, были снижены крены кузова в поворотах по сравнению с коленой, хотя все-таки они присутствуют. Ну и, кроме того, машина стала увереннее держать дорогу. Кстати говоря, в этом автомобиле, в топ-версии этого автомобиля, который я для вас сейчас и тестирую, есть и система стабилизации. Называется она IC. Есть соответствующая кнопка прямо вот здесь, на центральной консоли. А вот что можно было бы довести в этом автомобиле, так это, на мой взгляд, рулевое управление. Дело в том, что эта проблема калины, слишком легкого руля и очень слабой обратной связи на баранке осталась и в Datsun Medo. Да, естественно, усилитель рулевого управления был модернизирован. Да, усилие на руле и то же самое обратная связь, обратная связь, по крайней мере, при прямолинейном движении в этом автомобиле ощущается. Но в поворотах по-прежнему возникают некоторые проблемы. Их чуть меньше, чем, к примеру, в том же самом седане Datsun Ondo. Там в поворотах вообще становилось грустно, потому что мы вообще не понимали, что происходит с передними ведущими колесами. Здесь какое-то подобие реактивного усилия и какое-то подобие тяжести на баранке присутствует. Но говорить о том, что это действительно хорошее внятное усилие, то есть то, с чем мы можем столкнуться в тех же самых некоторых моделях Nissan, к примеру, ведь Datsun, как известно, дочерний бренд Nissan, пока не приходится. Мне кажется, тут есть еще поле для модернизации и для дальнейшей работы инженером и конструктором. Легкий руль прежде всего подойдет в городе. Смотрите сами. Я могу его поворачивать буквально двумя пальчиками. Никакого усилия. Для городского жителя это плюс. Но все же на трассе не хотелось бы чуть больше обратной связи. Потому что даже когда мы едем со скоростью 80, 90 и более километров в час, я чувствую, что для поворота руля мне не требуется никакого усилия. А это уже достаточно опасно. Несколько слов о чисто городских моментах. Во-первых, сцепление предельно информативно. Даже в пробке вы, по идее, не будете испытывать никаких проблем. Оно достаточно короткоходно, при том, что педаль довольно мягкая. А что вызывает нарекания, так это расход топлива у этого мотора. Сейчас бортовой компьютер у меня показывает около 14 литров на сотню в городе. И жена за рулем этого автомобиля уже три дня. Конечно же, это никоим образом не соответствует тому, что заявляет сам производитель. Производитель пишет, что в городе эта версия машины с механической коробкой передач будет потреблять всего 9 литров на сотню. Если вы выберете версию с автоматической коробкой передач, то расход топлива увеличится до 10,4 литров на 100 километров пробега. Пришла пора, дорогие друзья, остановиться и рассмотреть подробно интерьер и функционал этого автомобиля. И прежде чем перейти к рабочему месту водителя, давайте оценим то, с чем столкнутся ваши друзья, родственники. Случайны или нет попутчики? Для начала оценим пространство на задних сидениях. Не забывайте, дорогие друзья, мы говорим об автомобиле Б-класса габаритной длиной менее 4 метров. Попробуем устроиться сам за собой. Мой РУС 182 сантиметра. Как вы видите, дорогие друзья, сзади место есть. Я смог сам спокойно усесться за собой. Есть место и для ног, есть место и над головой. Заглянем в багажник. Открыть, кстати говоря, багажник можно либо при помощи ключа, либо нажав на соответствующую кнопку в салоне. Объем отсека не так уж и велик. 240 литров. Но, в принципе, как вы видите, багажный отсек организован достаточно грамотно. Кроме того, не могу не заметить, что здесь есть полноразмерная запаска на литом диске. По крайней мере, у топ-версии МИДО. Если 240 литров вам не хватило, вы можете сложить задние сидения. Как целиком, так и по частям. В пропорции 40 на 60. Тянем от себя рычажок и откидываем спинку вперед. Единственное, что не забудьте в таком случае до конца опустить подголовник, либо полностью его удалить. А не забывайте, дорогие друзья, сложив только спинку, увы, вы не получите абсолютно ровного пола багажника. Но этого можно добиться. Для этого нужно все-таки пройти назад, открыть дверь, придется вернуть спинку кресла в предыдущее положение, потянуть за вот этот небольшой, я даже не назову его рычажком, за, я бы сказал, кусочек веревочки, поднять, установив вертикально подушку сидения, и теперь снова провести ту же самую процедуру. В таком случае пол багажника уже будет более ровным. Сидения в Мидо лучше, чем те, что вы найдете в Ладо Калино. Подушка длиннее, есть боковая поддержка, есть также и боковые подушки безопасности. Кроме того, в топ-версии автомобиля вы получите возможность отрегулировать кресло по высоте. Естественно, есть полный блок управления стеклоподъемниками, электрической регулировкой зеркал и даже датчик освещенности, что у нас в машине такого класса встречается очень редко. Приятно, уважаемые дамы и господа, что вне зависимости от комплектации вы получите возможность регулировки руля хотя бы по высоте. Мне, конечно, хотелось бы получить регулировку и по вылету, потому что то ли фигура у меня не такая, то ли ноги длинные, то ли руки короткие, не знаю. Но мне лично вот этих вот нескольких сантиметров, которые предоставляют возможность отрегулировать руль именно по вылету, как раз таки не хватает. И еще одно небольшое нарекание. Я бы не рекомендовал вводить эту машину в очень широкой обуви. Слишком мало расстояние между педалями, особенно между педалями тормоза и газа. В целом, качество отделочных материалов для столь бюджетного автомобиля не так уж и низкое. Да, пластик жестковат, как вы слышите и не только видите. Но что вы ожидаете от автомобиля ценой в полмиллиона рублей в топ-комплектации, замечу? В этом автомобиле вы найдете не только кондиционер, но, можно сказать, и климат-контроль. Я не совсем понимаю, что такое режим авто, если нет выбора температуры. Зато в этом машине, по крайней мере в топ-комплектации, вы найдете, к примеру, подогрев лобового стекла, что в автомобиле ценой 499 тысяч рублей, мне кажется, больше нигде и не найти. Есть подогрев передних сидений. Естественно, есть система стабилизации, о которой я уже сказал пару слов. Давайте остановимся подробнее немножко на мультимедиа. Сенсорный монитор. Достаточно большой, неплохо читаем. Единственное, но в солнечную погоду его практически не будет видно. В этом случае не поможет даже хорошая графика этого дисплея. Это не просто мультимедийная система, но еще и навигация, что в автомобиле ценой в 499 тысяч рублей, согласитесь, встречается решительно нечасто. Иными словами, на Datsun Mi Do, дорогие друзья, вы не заблудитесь. Разъем для SD-карты вы найдете сразу. А вот для того, чтобы найти USB-разъем, придется потрудиться. Либо вы имели опыт общения с Калиной, либо ваше второе имя Шерлок Холмс. Потому что иначе обнаружить этот разъем вот там вот, где он не виден никогда и ни при каких условиях, конечно, достаточно сложно. Подводя итог нашего с вами тест-драйва, могу сказать, что, несмотря ни на что, сейчас можно купить новый, хороший, неплохо, по крайней мере, укомплектованный автомобиль ценой всего в полумиллиона рублей. И при этом совсем не обязательно жертвовать безопасностью или даже имиджем. Счастливо! Берегите себя! Продолжение следует...